Ребята, привет! Я-то Катя, и я решила сменить задний фон и перебраться поближе к солнышку. Но не будем отвлекаться от темы видео. Сегодня я хочу поделиться с вами отчетом за четвертую привычку. Как ставить перед собой цели самим. Вот. Если вы не знаете, что это такое, и вы даже не читали эту книжку, то вот здесь вот видео об этом эксперименте «Одна привычка в неделю». А вот здесь вот видео о четвертой главе из этой книги «Как Брэд Блементаль предлагает нам внедрять цели в нашу жизнь». Сейчас же я хочу отчитаться, что мне удалось сделать за 7 дней внедрения этой привычки. Что у меня было по плану? Первый пункт – это система вознаграждений. Я ее придумала. Она пока находится в таком тестовом драйвовом варианте. Я постепенно пробую ее внедрять в свою жизнь, пока, правда, не было еще ни одного дня, когда я могла себе вознаградить, пользуясь этой системой вознаграждения. Но я надеюсь, что будущее, скажем, скоро, на следующей неделе уже появится. Вот. Как она сейчас выглядит? Она называется у меня «Три ленивца». Это «Ленивый день», «Ленивое утро» и «Ленивый час». Что я придумала? Если мне удается достигнуть одной из годовых целей, то есть любую цель из своего разворота с годовыми целями в Bullet Journal, я благополучно там закрашиваю квадратик, то на следующий день я позволяю себе «Ленивый день». Это значит, что никакого будильника просыпаюсь тогда, когда хочу, и целый день бездельничаю. Даже позволяю себе взять на работе отгул и не ходить на работу, делать все, что моей внутренней мартышке захочется. Хоть целый день валяться в кровати и смотреть «Игры престолов». Вот. Второе – это «Ленивое утро». Это если я закрыла не годовую цель, но под цель в этой годовой цели. То есть сейчас я читаю книгу Дэвида Алина «Как привести дела в порядок», и у него там есть такой термин – понятие «проект». И вот для меня проект – это как раз таки и есть под целью. Это что-то такое, большой кусочек, то есть это не маленькая задача, но что-то огромное, которое включает там все несколько десятков под задачи. Если мне удается ее закрыть, то это значит, что я такой вложила еще большой кирпич в стенку с годовой целью, либо совершила большой прыжок по направлению годовой цели. И если мне это удалось сделать, то я себя разрешаю «Ленивое утро». Я просыпаюсь тогда, когда я хочу, на работу я все равно должна попасть в крайний срок к 11, но с утра могу делать все, что угодно. Волшебное утро могу пропускать, пробежку могу пропускать, валяться в кровати, смотреть ту же самую игру престолов, играть в компьютеры, игры читать, либо спать. Если мне очень хочется выспаться, ничего другого моей внутренней мартышке делать не хочется. Это второй «Ленивец». Третий «Ленивец» – это «Ленивый час», и он у меня происходит в вечернее время. То есть, если я выполнила цель на день, это не проект, но это такая весомая, хорошая цель на день, которую я себе поставила, и мне удалось ее выполнить за утренние часы, то вечером я себе позволяю целый час лениться. И опять моя внутренняя мартышка может делать все, что угодно. Хоть смотреть котиков на YouTube, либо лежать на кровати и смотреть в потолок. В общем, что мартышка хочет, что и делаешь. Почему вечерний час, вот ленивый, а не утренний? Поскольку утром мне все-таки не хочется пока нарушать свой ритм. И утро у меня самое продуктивное. Если вот этот ленивый час будет утром, с одной стороны, да, классно, я выполнила цель на день, потом поленилась, но после этого я знаю, что остаться дня тоже пройдет ленивым. Это будет на самом деле не ленивый час, а ленивые полдня, что не совсем верно. Поэтому я решила, что ленивый час будет на вечер. Вот, так выглядит моя система вознаграждения. То есть три ленивца, ленивый день, ленивое утро и ленивый час. Пока ничего из этого мне не удалось прочувствовать на себе, так как я еще ничего не выполнила. Но надеюсь, что на следующей неделе уже что-то выполню и смогу с вами в скорости поделиться впечатлениями, работает такая система вознаграждений или нет. Второй пункт в моем плане – дневник достижений. Я нашла пустой блокнот и заполнила его достижениями, которые вот сейчас на данный момент есть. Я решила не дожидаться достижения, которые появятся, да, вот будущего, а вытащить достижения из прошлого, чтобы уже посмотреть, какой я молодец. Потому что, не знаю как у вас, а меня иногда посещают мысли. Редко, но бывает, что вот ничего-то не получается, все что-то достигают, и я как-то топчусь на месте. И вот такой процесс, да, на несколько часов, когда я выписала в этот дневник все, что к текущему моменту я достигла, он мне позволил сделать переоценку. И посмотреть, что нет, Катюха все-таки молодец, она всего многого достигла, может было и лучше, но может было и намного хуже. И поэтому есть куда стремиться, но уже есть что-то за спиной, чем можно гордиться, хвастаться, другим рассказывать, и будет что рассказать дети. Поэтому заполняется, я надеюсь, что в скорости тоже уже добавлю достижения как бы из будущего, да, то, что я сейчас достигну, а не то, что я выковырила из прошлого. И последний пункт в моем плане – это цель на день. Вот она выполнилась 50 на 50, то есть я, если помните триггеры, я рассказывала книгу триггеры, я рассказала про стратеги, стратеги и работника. Так вот, стратег получает пятерку с плюсом, каждый день ставила перед собой цель на день, заполняла этот блок в дневнике, а работник, то есть тот, кто должен выполнить эту цель на день, получает тройку с плюсом, так как в 50% дней, то есть, по-моему, там 3 на 4 где-то соотношение, 3 дня мне удалось выполнить, 4 дня мне так и не удалось выполнить. В общем, есть над чем работать. Сама идея цели на день мне очень нравится, и сейчас она у меня так плавно трансформируется к новому. Не буду рассказывать к чему, потому что эта трансформация происходит в рамках привычки следующей, пятой, составляем списки дел, и вот этой трансформацией, то, к чему я приду за текущую неделю, я вам расскажу на следующей неделе, скорее всего, либо в воскресенье, либо в понедельник выйдет отчет за пятую привычку, и там вы узнаете. В общем, пока работаю. С самой привычкой я довольна, то есть у меня наконец-то появилась система вознаграждения, я понимаю, что я получу, что моя внутренняя портышка получит, если я достигну цель по цели, либо выполню цель на день. И это отлично стимулирует и мотивирует, и я вот даже чувствую, что появилось какое-то большее рвение. Мне безумно нравится, что появилось наконец-то дневник достижения, потому что до этого я начинала уже как-то... Мысли у меня такие были, какие-то блокноты вела, но все это как-то загнивало на корню. Сейчас я надеюсь, что начну его регулярно заполнять, и он, по крайней мере, пока лежит у меня все время на столе, я все время на нее посмотрю, и он так о себе напоминает. Ну и цель на день, и то, как трансформируется мой серый блокнот со списком дел на неделю, мне тоже очень нравится, посмотрим, к чему мне все это приведет. Вот, вот и все, что я могу сказать по этой привычке. Я всем довольна, есть куда расти, куда бежать дальше, и эта привычка, понятно, что останется со мной, она никуда не денется, так как я все внедряю, все трансформирую и бегу дальше. Поделитесь, пожалуйста, внизу вашу систему вознаграждения, внедряли вы эту привычку или нет, какую систему вознаграждения вы придумали себе, может быть, в вашей идее мне тоже понравится, я что-нибудь у вас утащу с вашего разрешения, и расскажите, ставите ли вы цели себе на день, и как у вас это происходит. Мне тоже очень интересно. Вот. А на это все, не скучайте, до скорых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok